Здравствуйте, друзья! С вами Вяткин Александр, и это канал Команда Госплюс. Медленно, но верно, санкции начинают оказывать влияние на нашу жизнь. И строительство, в частности электромонтаж, они тоже не обходят стороной. В сегодняшнем ролике я проведу обзор основных изменений. Немного поговорим о сером импорте и о том, чем теперь будем работать. Ну а вы не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Поехали! Для удобства разделим весь черновой электромонтаж на два этапа. Первый это прокладка кабелей, установка коробок, подрозетников и тому подобное. И второй этап это сборка и подключение электрощита. Так вот, что касается первого этапа, то кроме увеличения цен на материалы никаких проблем не наблюдается. Кабели, гофры, крепеж, гильзы и прочие монтажные материалы производятся в России практически полностью из российских компонентов. Ну вот, что касается сборки счетов, то тут возникли большие проблемы. Как многие из вас уже знают, европейские производители ушли с нашего рынка. И на данный момент уже можно говорить, что складские запасы исчерпаны. Остались какие-то простенькие автоматы, но то, что касается УЗО, разного рода контакторов и диф-автоматов, то их уже практически не достать. В связи с чем возникает вопрос, чем будем работать? Что касается оборудования для сборки счета, то мы всегда предлагаем своим заказчикам, ну, как минимум два варианта. Попроще и подороже. Какое оборудование будем использовать в дорогом варианте, мы уже определились. Это линейка Armat от компании EEC Group. Вариант более бюджетного оборудования сейчас в разработке. И как только мы определимся, я сниму вторую часть этого видео и обязательно расскажу, что это за производитель. Ну, а пока можете подписаться на канал, чтобы не пропустить. Давайте я проведу небольшой обзор основных элементов линейки Armat. Что она из себя представляет, какие у нее плюсы и минусы, и почему мы выбрали именно ее, а не серый импорт. На самом деле рассматривать здесь особо нечего. В хорошем смысле этого слова. Это устройство, имеющее все необходимые атрибуты качественного европейца. Прекрасный пластик, приятный во всех отношениях. Механизм мгновенной коммутации, это когда скорость замыкания контактов не зависит от скорости нажатия на рычажок. Ресурс в 10 тысяч циклов и предельная коммутационная способность в 6 кА, что гарантирует очень большой срок службы. Высокое быстродействие, защитные шторки от неправильного подключения, до чего не все европейцы догадались до сих пор, и прочее, и прочее, и прочее. Уже доступен широчайший ассортимент номиналов автоматических выключателей. Есть характеристики B и C как минимум. Электромеханическое УЗО типа А и АЦ, одномодульные электронные дифавтоматы и независимые расцепители. Я не буду особо душнить, испытывать и описывать все характеристики. В описании я оставлю ссылку на ролик с канала Заметки Электрика. Там все это есть. И, во-первых, смысла повторяться я не вижу, а во-вторых, в качестве сомневаться не приходится. Именно поэтому мы и выбрали продукцию компании EEC, потому что это одна из очень немногих российских компаний, которая обладает достаточными лабораторными мощностями, чтобы это самое качество отслеживать и проверять. На минуточку, некоторые даже очень крупные и известные отечественные компании не имеют такого лабораторного оборудования. Поэтому EEC Group в этом плане внушает доверие. Но в концепции нашего относительно новостного ролика я, пожалуй, перейду к недостаткам линейки Armat. Они, разумеется, тоже есть, как и в любой другой линейке любого другого производителя. Физический недостаток тут только один. Это окошко для маркировки. Я лично в квартирном монтаже этими окошками не пользуюсь, потому что понятная бытовому пользователю информация туда банально не влезет. Но справедливости ради я должен этот момент отметить. Рычажок автомата действительно во включенном состоянии перегораживает окно с маркировкой. Все остальные недостатки непосредственно к самим аппаратам защиты отношений не имеют. Во-первых, это новейшая линейка оборудования, и еще не весь ассортимент запущен в производство. Я, например, с нетерпением жду появления контакторов на Динрейку и полноразмерных электромеханических дифавтоматов. Их появление ожидается только в конце этого года или даже начале следующего. Во-вторых, даже тот ассортимент, который уже производится, вы не сможете купить здесь и сейчас. С уходом европейских производителей на рынке образовалась огромная дыра, заткнуть которую не получается тем количеством оборудования, которое производится на данный момент. Крупные игроки моментально схватывают все на лету, и простым монтажникам приходится ждать заказ по несколько месяцев. Справедливости ради, логистические проблемы начались еще задолго до всех этих событий, и мы под эти условия уже давно перестроились. Перестроились следующим образом. Мы выполняем черновой монтаж двумя частями, о которых я говорил в начале ролика. То есть, сначала выполняется весь черновой монтаж и подключается по временной схеме питания на время проведения отделочных работ. И только через пару месяцев, когда приходит оборудование, я весело приезжаю с собранным щитом на объект для его подключения под заводную узбекскую музыку. Ну и в-третьих, по старой традиции, я должен отметить в качестве недостатка цену. Понятное дело, что оборудование такого класса не может быть дешевым, но в сегодняшней ситуации цены на щитовуху улетели просто в космос. И покупать тот же параллельный импорт, даже классом ниже, чем армат, выйдет примерно в те же деньги. Да и срок доставки тоже быстрее не получится. И тут я хочу ответить на резонный вопрос. Почему мы выбрали, так скажем, импортозамещение, а не параллельный импорт? Да, можно попробовать покупать оборудование, ввезенное в страну незаконно. По деньгам и времени это будет в принципе тоже на то же. Но зато не придется менять спецификации и изучать новые артикулы. Но есть одно большое но. Я уже говорил как-то на канале, что основная концепция нашей работы заключается в том, чтобы заказчик по минимуму был вовлечен в процесс и имел минимум проблем, как во время монтажа, так и во время эксплуатации электропроводки. Поэтому для уверенной работы нам нужна прямая связь с производителями устанавливаемого нами оборудования. Чтобы, если вдруг и возникнут какие-либо проблемы, они решались максимально оперативно с минимальными усилиями. По большому счету продукция всех компаний, способных производить полноценный контроль качества, имеет плюс-минус одинаковый процент брака. Поэтому для нас решающим моментом в выборе производителя является как раз-таки возможность максимально быстро решать проблемы напрямую, а не топтаться в очереди в магазины и доказывать, что ты не верблюд, а потом еще проводить какие-нибудь долгосрочные экспертизы, пытаясь оформить брак или возврат. Да и при выборе нового или редкого оборудования на все появляющиеся вопросы никто лучше самого производителя не ответит. Да, если вдруг кто-то из заказчиков привезет какой-нибудь шнайдер из Казахстана, никто его нафиг не пошлет. Но если возникнут какие-либо проблемы с оборудованием, а от них не застрахован абсолютно никто, решать их придется покупкой нового оборудования за свой счет с конскими сроками ожидания. Это если, конечно, сами серые экспортеры не будут брать на себя гарантийные обязательства. Но, во-первых, я очень сомневаюсь, что они смогут их потянуть, а, во-вторых, им уж точно не до обратной связи и не до прямого контакта с монтажниками. Ну, а на этом у меня сегодня все. Не забудьте поставить лайк, заглянуть в нашу группу ВКонтакте и подписаться на канал. Спасибо за внимание и безопасного вам электричества. С вами был Вяткин Александр, команда ГОСТ+. Субтитры сделал DimaTorzok